Здравствуйте! Вы смотрите iNews, программу о науке и высоких технологиях. В студии Вика Арефьева смотрите сегодня выпуски. Airbus будет строить новые спутники прямо в космосе. Виртуальное удушье. Исследователи представили новый VR-гаджет. В России начали закрывать магазины китайской техники Huawei. Об этом и не только в ближайшие минуты. Airbus будет строить новые спутники прямо в космосе. Для этого компания разработала 3D-принтер, который сможет работать в условиях микрогравитации, используя металлолом. Как сообщает издание Hightech, это устройство впервые отправят на МКС в следующем году. И попробуют напечатать полезные конструкции прямо на станции. Это могут быть, к примеру, радиационные экраны и различные инструменты. Конечная цель проекта — создание полноценной космической фабрики, на которой из переработанных старых спутников будут производиться новые космические аппараты. В космосе бесцельно блуждает масса старых нефункционирующих спутников. Их можно собирать и пускать на металлолом. А из переработанного сырья печатать детали, из которых космические манипуляторы будут строить новые спутники. В теории такое производство должно обходиться дешевле, чем на Земле, учитывая, что больше не придется тратить средства на запуск. Лучший материал для использования в космосе — это тот, который уже находится там. Но прежде чем мы сможем перерабатывать спутники или возвращать их на производство, нам сначала нужно понять, как плавить металл в космосе без какой-либо гравитации. А чтобы понять, как печатать металлические детали в космосе, мы отправим на МКС первый на орбите 3D-принтер для печати из металла. Напомним, также российский 3D-принтер для печати в условиях невесомости планируют запустить на МКС уже этим летом. Правда, он будет работать не с металлом, а с термопластичными полимерами. С его помощью космонавты смогут оперативно производить детали, необходимые для работы с оборудованием на станции. Виртуальная реальность становится все более реалистичной. Исследовательская группа из Альцбургского университета прикладных наук в Австрии разработала устройство, которое создает гиперреалистичное ощущение от взаимодействия с виртуальным миром. Мы уже видели перчатки и консоли, которые дают виртуальное сезание. Теперь же разработчики взялись за другой орган чувств и представили маску, которая отслеживает дыхание человека. Так, во время игры пользователь может задуть свечи или сыграть на губной гармошке. Но у этого устройства есть и более шокирующие функции. Создавая реалистичную картину виртуального пожара, маска может вызывать удушье. Она увеличивает сопротивление при вдохе, и пользователь испытывает физическую нехватку кислорода. Как сообщает издание Гизмода, с помощью данного устройства предлагают тренировать пожарных и летчиков, создавая модели опасных ситуаций в виртуальной реальности. В России начали закрывать магазины китайской техники Huawei. Ряд СМИ сообщает, что это связано с дефицитом товаров. Как оказалось, первый магазин прекратил работу еще в конце февраля. Как уточнили в РБК, сама компания Huawei не имеет собственных торговых точек в России. Речь идет о магазинах партнеров. Как сообщил источник издания знакомой ситуации, причина закрытия магазинов – отсутствие товаров. Содержать пустые торговые точки стало невыгодно. Тоже пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник, который сообщил о дефиците товаров на складе магазинов Huawei и общем снижении спроса на данную технику. Из 19 магазинов китайского бренда в России уже закрыли 4. В Москве, Уфе, Новокузнецке, Ростове-на-Дону. Ожидается, что в ближайшее время прекратят работу и другие. Напомним, ранее ритейлеры пожаловались на сокращение ассортимента бытовой техники и электроники. Максимальное сокращение, по данным РБК, произошло в категории, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой. Это посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели, а также встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны и отдельные сегменты в пылесосах. Дефицит связан не только с прекращением поставок ряда зарубежных брендов, но и с нехваткой комплектующих на российских производствах. Ситуацию пока осмягчает имеющийся запас техники у ритейлеров и общее снижение спроса. На этом сегодня все. Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24 и будете в курсе всего самого интересного. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин